Задолго до начала матча звезд, площадь перед Уфа-ареной была заполнена многочисленными болельщиками. Для них по традиции организовали развлечение на любой вкус, а на площадке в это время кипели страсти в финале уфимского городского этапа турнира «Золотая шайба» в средней возрастной группе. Победу здесь одержали воспитанники Дюсуша имени Азаматова. Хороший турнир. Мне очень понравился. Спасибо организаторам. Особого куража мальчишкам на площадке придавало присутствие на матче президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля и главы Республики Башкортостан Рустема Хамитова, который по окончании игры поделился своими впечатлениями от турнира. Мы, безусловно, будем делать все, чтобы мальчишкам создавать условия даже на таких простых площадках. Все будет делаться для того, чтобы хоккей развивался. Мы, ребят, должны увлечь спортом, мы должны их оторвать от диванов, от компьютерных игр, потому что хоккей – это, конечно, здоровый вид спорта. На свежем воздухе все замечательно. Казалось, что больше всех перед игрой волнуются хоккеисты, попавшие на матч звезд КХЛ по итогам Кубка Вызова. Но молодежь оказалась готова биться за победу, несмотря на мандраж. К примеру, наш Кирилл Цулыгин перестал переживать еще во время матча «Толпара», за который он сыграл незадолго до начала звездной игры. Сегодня с утра за МХЛ сыграли, блин, проиграли. Мамонтон, так что мандраж ушел там уже с утра. Сейчас мандража нет. Первыми свой полуфинал матча звезд КХЛ провели команды дивизиона Харламова и дивизиона Чернышева, в составе которой значилось сразу четыре игрока Салавата. Они выходили на игру предельно собранными и не сомневались в собственной победе. Родные стены помогут? Конечно. Как настроение? Все в порядке. Серьезно настроено. Какой счет прогнозируешь? Не знаю, пусть может победа за нами нужна. Как и во вчерашнем мастер-шоу, на родном льду шикарно себя проявили юлаевцы. Дубль Инвера Лисина, которому поочередно ассистировали сами Лепестё и Кирилл Капризов. Старания уфимцев не прошли даром. Их сегодняшняя команда дивизиона Чернышева выиграла 4-3 и вышла в финал. Кроме, что сказали, надо побеждать. Потому что более-менее так серьезно играем, просто без столкновения. А так скорости повыше, чем в прошлогодние матчи. Здесь, как бы уже видно, стараются ребята и хотят проигрывать. Поэтому вот это очень приятно выигрывать. Отлично, и мы победили на домашней арене, что может быть лучше. Как вообще в команде в раздевалке обсуждали перед началом игры? Ну, проходили же камеры, снимали. У нас была такая простая, эффективная тактика. Позитивное настроение на матче звезд было у всех участников грандиозного события. Даже обычно строгие судьи на этот раз позволили себе немного расслабиться. Все здорово на самом деле, атмосфера великолепная. Мы все супер, с ребятами просто получаем удовольствие и все. Пару удалений пропустили, конечно. Да, да, да. Ну и вне игры тоже штуки две. В финале матча звезд в итоге сыграли команда, костяк которой составили юлаевцы, и сборная дивизиона Тарасова, усиленная Кириллом Цулыгиным. Хоккеисты из команды дивизиона Чернышева, подгоняемые родными трибунами, сумели порадовать многочисленных уфимских болельщиков. Тяжелая победа со счетом 3-2 стала прекрасным завершением мини-турнира сильнейших игроков КХЛ. В таком формате проводился матч-звезд впервые. Каковы ощущения? На самом деле так интереснее играть, когда так больше, можно сказать, по-быстрее хоккей, не как там, например, в прошлом году был. Ну и такой формат, что четыре команды тоже интересные. Полфинал, финал. Это был веселый, очень интересный формат турнира, когда два таких коротких матча, и публике все понравилось, и очень было здорово принять участие в этом все. Множество уникальных событий в рамках недели звезд хоккея, по крайней мере на эти семь дней, сделали Уфу столицей российского хоккея. Ну а жители нашего города лишний раз подтвердили, что они безумно любят этот вид спорта, исправно заполняя трибуны в рамках всех мероприятий, прошедшей звездной недели. Эдуард Хизбулин, Константин Данилов, хоккейный клуб Салават Юлаев.